В Сургуте в рамках консессионного соглашения строят школу на полторы тысячи учеников. Объект планируют закончить уже в этом году. Параллельно с этим в городе возводят сразу еще несколько школ, части из которых в новых развивающихся микрорайонах. Всего до 2030 года в Сургуте должны появиться 15 общеобразовательных учреждений на 18 400 мест. Подробнее в следующем сюжете. Фундамент и каркас будущей школы на 1500 мест готовы к строительству. Застройщик приступил осенью прошлого года. Сейчас готовность объекта 13%. Строители перешли к укладке стен после этапа внутренней отделки. Довольно-таки большая по нашим стандартам, нашего региона. И осуществление этого объекта, оно своего рода таким амбициозным было решением. И со стороны администрации, со стороны также нас, как концессионера. Это будет объект Т-образного исполнения, пятисекционный, с бассейном, спортзалами. Стоимость объекта 2,5 миллиарда рублей. Это уже не первая школа в городе, которую возводят на средства частного инвестора в рамках концессии. После сдачи концессионеры на протяжении 5 лет будут обслуживать объект. Это долгожданный объект среднего общеобразовательного школы в 20-м микрорайоне. И действительно успешно реализуется по механизму концессионных соглашений. К концу года объект должен быть построен. Это очень высокая планка для любой строительной компании. Но сейчас считаем, что риски они минимальные. То есть планируем все-таки, что объект будет построен и введен в этом году. Планируется, что занятия в новой школе начнутся уже в следующем году. За последние два года в Сургуте были построены и введены в эксплуатацию три новые школы. Порядка трех тысяч детей получили возможность учиться в шаговой доступности от дома. Сейчас в городе одновременно строят еще четыре, две из которых в новых микрорайонах города. Елена Коткова, Роман Турбин, Вести Югоря, Сургут.